Добрый вечер, в эфире информационный выпуск Амшекшара. Сегодня Аслану Абжания и Бадре Гунба в Центральной избирательной комиссии были вручены удостоверения кандидатов в президенты и кандидатов в вице-президенты Абхазии. Два других кандидата – Адгур Ардзенба и Леонид Забшба – получили удостоверение кандидатов в президенты еще в понедельник, 17 февраля. Удостоверения также были вручены баллотирующимся с ними в паре кандидатам в вице-президенты Арди Ашуба и Виктору Хашба. Постановлением Генеральной прокуратуры Абхазии возобновлено расследование уголовного дела в отношениях с председателя Сбербанка Абхазии Бганба Тимура Сергеевича, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, повлекшими тяжкие последствия, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. Основанием возобновления расследования послужил факт нарушения процедуры объявления Бганба в международный розыск, а также отсутствие в материалах уголовного дела данных об отправке в Международный отдел Генпрокуратуры РФ пакета документов, необходимых для задержания лица, находящегося на территории России. В сообщении также отмечается, что появившаяся в СМИ информация о задержании Тимура Бганба в Москве не нашла своего подтверждения. Одновременно с расследованием уголовного дела следственным управлением Генпрокуратуры Абхазии проводится проверка сообщения председателя Сбербанка Абхазии Роберта Аграба по факту хищения денежных средств, отраженных на корреспондентских счетах банка, открытых за пределами Абхазии на сумму 729 479 000 рублей. Исполняющий обязанности президента Абхазии премьер-министр Валерий Бганба сегодня провел совещание по вопросам выдачи паспортов гражданина Абхазии нового образца. Были приведены количественные данные паспортизованного населения Абхазии. Так, всего по МВД принято 148 591 заявление от граждан на получение паспорта нового образца. При этом выдано документы в количестве 141 319 гражданам готово к выдаче, но не получено 2034 паспорта. Что касается документов, подтверждающих право на долгосрочное проживание на территории Абхазии, принято заявление 27 230. Из них выдано 19 527. Участники рабочей встречи обсудили меры по ускорению процесса паспортизации. Кроме того, было принято решение более интенсивно повещать граждан о готовности документов. О гражданам, лишенным возможности прибытия в отделение по медицинским и прочим показаниям, привозить документ домой. В завершении встречи было отмечено, что эффективная работа паспортных отделов во всех районах республики имеет важное значение в преддверии выборов президента и необходимо, чтобы работа структурных подразделений МВД, обеспечивающих паспортизацию граждан, была эффективной и прозрачной. Сегодня с вами задача сделать все возможное для того, чтобы ваша работа была на виду. Ну и самое главное, конечно, не прекращая работы, потому что у нас дети растут, приходит срок получения паспорта, наверное, есть люди, которые, к сожалению, еще не успели поменять паспорта, конечно, работать надо. В то же время, конечно, я бы очень вас всех просил бы, чтобы работа была четкой. С целью совершенствования бюджетной системы в части оптимизации расходов на эксплуатацию служебных машин, кабинетом министров утверждены нормы положенности автотранспортных средств и порядок их приобретения. О каких нормах идет речь и каков новый порядок приобретения служебного автотранспорта узнавала Алика Трапш. В декабре прошлого года кабинет министра в Абхазии принял проект постановления о нормах положенности автотранспортных средств, в котором предусмотрен порядок приобретения служебных автомобилей для центральных и государственных учреждений на конкурсной основе. В срок до 31 марта 2020 года все органы власти и госучреждения должны представить на рассмотрение ведомственные нормы положенности автотранспортных средств с обоснованием практического служебного применения каждого автомобиля. Эти проекты ведомственных норм положенности должны представляться на рассмотрении кабинета министров со всей необходимой информацией и сведениями. И уже дальше, отталкиваясь от этого, будут устанавливаться нормы для конкретного органа, для конкретной государственной организации, какое количество служебных машин требуется и для кого, и с какой целью это будет делаться. С появлением этого постановления установлен регламент, направленный на обеспечение прозрачности, открытости и соблюдение принципов конкурентности при приобретении имущества для государственных нужд. Закуп автотранспортных средств будет осуществляться из госбюджета. Установлена предельная стоимость на закуп новых автомобилей. Для руководителей 1 миллион 800 тысяч. Для заместителей руководителя ведомства 1 миллион 450 тысяч. И предельная стоимость служебного автомобиля для сотрудников ведомства составляет 1 миллион рублей. Стоит отметить, что закуп автомобилей будет осуществляться исключительно с проведением торгов в форме открытого конкурса или аукциона. А приобретение автотранспортных средств, ранее бывших в эксплуатации, возможно только по рыночной стоимости, которую будет вправе определять только специализированная оценочная организация. На что направлен данный механизм? На исключение возможности злоупотребления теми полномочиями, которые условно могут привести к тому, что тот или иной автомобиль будет продан либо не по рыночной стоимости, либо информация о его продаже будет не очень открытой. Соответственно, ограничивает круг людей, которые могут этим воспользоваться. Следует отметить, что приобретение автомобилей будет осуществляться поэтапно. С предоставлением в установленном порядке на рассмотрение в кабинет министров проекта в решении об утверждении ведомственных норм положенности автотранспортных средств с обоснованием практического служебного применения каждого автомобиля. Целевая программа принимается в соответствии с законом о противодействии коррупции. Таким образом, исключена возможность самостоятельного приобретения ведомствами служебных транспортных средств по обход согласованию с Минфином. Также решением Кабмина с 1 января 2021 года органам госуправления и госорганизациям будет запрещено заключать договор о аренде автотранспортных средств для выполнения служебных обязанностей. Ограничение не затронет аренда транспортных средств специального назначения. На сегодняшний день на территории Республики Абхазия действует постановление 1999 года о предельных выплатах компенсации за использование личного автотранспорта в служебных целях. Была установлена ставка о пределе компенсации, максимально это 250 рублей, и то за использование именно автобусов, то есть если мы говорили о легковых автотранспортных средствах, то там речь была о 180 рублях и 190 рублей в месяц. Более того, также в эту компенсацию входили расходы на ГСМ, на обслуживание автотранспорта, то есть мы понимаем, что оно не соответствует сегодняшним реалиям. Поэтому в ходе обращения, опять же повторюсь, ряда ведомств было аппаратом инициировано и разработано постановление, в котором данная предельная ставка компенсации была увеличена до 3000 рублей, 4000 и 5000 рублей в соответствии с объемом двигателя и видом автотранспортного средства. Данная компенсация может быть использована только при установлении норм положенности автомобилей для каждого ведомства. Например, если организация установила норму положенности в количестве пяти автомобилей, но при этом имеет на балансе три автомобиля, то руководитель может заключить соглашение с двумя сотрудниками и выплачивать ежемесячную компенсацию за аренду автомобиля. То есть компенсация разовая, она выплачивается ежемесячно сотруднику на основании соглашения, которое руководитель заключается с своим сотрудником. Но при этом, если мы говорим о норме компенсации и привязке его к нормам расходования топлива, то для того, чтобы именно возместить расходы на топливо, тут перед каждым непосредственным заданием, в которое направляется сотрудник, необходимо на основании приказа, то есть руководителя организации или структурного подразделения, выписывается путевой лист. И по итогу данного завершения этого задания также снимаются показатели как на начало, так и на конец показатели одометра. Для чего это делается? Для того, чтобы когда сотрудник в своих личных целях использовала автотранспортное средство, государство, естественно, с республиканского бюджета не компенсировало ему расходы на топливо. По мнению экспертов, выплата компенсации за использование автотранспортных средств сотрудников в совокупности позволит сэкономить бюджетные средства, чем закуп новых автомобилей. Мы постепенно пришли к компромиссу, когда мы приняли в комплексе нормативные акты, которые, с одной стороны, индексируют и намного более реально делают размер компенсации, а с другой стороны, жестко регламентируем вопросы связанные с расходованием бюджетных средств, с использованием автотранспортных средств. То есть, что у нас получилось в комплексе? С одной стороны, мы определили норму, которая позволяет государственным чиновникам применять инструмент компенсации расходов на использование личного автотранспорта. Но, с другой стороны, мы строго ограничили лимит автотранспортных средств, которые могут быть использованы для служебных целей. Согласно принятым документам, не допускается использование служебного автомобиля не в служебных целях, а также передача управления служебным автотранспортным средством посторонним лицам. Контроль за данным пунктом постановления будет осуществлять Министерство внутренних дел. Сегодня состоялся восьмой очередной съезд Республиканской общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии АРУА. На съезде присутствовали депутаты парламента, члены правительства, представители добровольнического движения, руководители общественных организаций по приглашению организации. На встрече присутствовал кандидат в президенты Адгур Арзенба. На съезде был избран новый председатель АРУА и принята резолюция. Обо всем подробнее в следующем репортаже. Перед началом восьмого съезда члены ветеранской организации АРУА почтили память погибших в Отечественной войне народа Абхазии и возложили цветы к памятнику погибшим бойцам в парке славы в Сухуме. В повестку дня съезда вошел основной доклад председателя АРУА Ильи Гуния. Как подчеркнул депутат парламента, АРУА – это прежде всего общественная организация, главной целью которой является объединение ветеранов войны, забота об их физическом и моральном здоровье, помощь в трудоустройстве и патриотическое воспитание подрастающего поколения. Гуния также отметил, что АРУА – это организация для всех ветеранов, вне зависимости от их политических взглядов и предпочтений. Говоря о предстоящих выборах, Илья Гуния отметил необходимость политических и иных реформ, направленных на укрепление государственности Абхазии. Необходимо навести правопорядок, реформировать политическую систему путем перераспределения полномочий между ветвями власти. Необходимые реформы направлены на облегчение положения предпринимателей, создание гарантий защиты инвестициям и малому бизнесу. Нынешняя налоговая система носит явно однобокий фискальный характер. И несмотря на это, государство так и не смогло обеспечить выплату этих налогов. Значит, положение нужно менять. Следует обеспечить прозрачность, создать условия для здоровой, равноправной конкуренции в политике и экономике. Кто бы ни пришел к власти, перед ним будет стоять эта повестка дня. На съезде был избран новый председатель ветеранской организации АРУА. На этом посту Илью Гуния сменил общественно-политический деятель, депутат парламента 5-го созыва Тимур Гулия. Вновь избранный лидер АРУА отметил, что основная цель организации – это объединение народа. Я рассматриваю это как серьезная ответственность и кредит доверия, который мне вы предоставили, и который я должен реализовать достойно. При этом я считаю, что только нашими совместными усилиями мы сможем предварить в жизнь те цели и задачи, которые мы перед собой поставим. На сегодняшний день мы отчетливо видим кризис системы управления и глубочайший раскол в обществе, который привел нас к опасной черте. Нам необходимо, как общественная организация ветеранов отечественной войны народа Абхазии, учитывая высшее сказанное, выработать свою позицию в отношении тех вызовов и угроз, которые стоят перед нашим государством. В ходе съезда также были внесены изменения в устав организации. За новый состав высшего совета проголосовали единогласно. Таким образом, состав расширился с 39 до 43 человек. Единогласно была принята и резолюция организации. Все здорово, а считаю, что события, имевшие место в городе Сухум, 9 января и в особенности 12 января 2020 года, когда под давлением оппозиции президент Раул Хаджимба вынужден был подать в отставку незаконным актом свержения главы государства, что является грубейшим попранием Конституции Республики Абхазия. Второе. СССР считает, что решение касационной коллегии Верховного суда об отмене решения ЦИК от 9 сентября 2019 года является политическим, а не правовым решением, принятым под воздействие событий, связанных с захватом комплекса правительных зданий Республики Абхазия в январе 2020 года. В то же время, в связи с решением ЦИК от 13 января 2020 года о назначении новых выборов президента Абхазии, призываем всех граждан Абхазии принять участие в выборах президента страны ради сохранения нашего государства. Именно сохранение государства, ради которого отдано тысячи жизней наших братьев и сестер, делает нас ответственными за судьбу страны и народа. И только это заставляет нас не призывать к бойкоту выборов. Четвертое. Считаем, что выборы должны пройти в цивилизованных рамках, без обливания грязью своих оппонентов в соответствии с законом о выборах. Мы с уважением относимся к мнению оппонентов. Мы выступаем за диалог всех политических сил страны. Выступаем против каких-либо новых переговоров с Грузией, кроме уже существующих, пока независимая Абхазия не будет признана восточным соседом. Ради гражданского согласия мы готовы обсудить идею создания единой ветеранской организации, которая будет стоять на страже государственности и высшей внутриполитических схваток. Республиканская общественная организация АРУА, ветеранов Отечественной войны народа Абхазии, поддерживает кандидатуру Адгура Ардзенба на предстоящих 22 марта в выборах президента Абхазии. Об этом было объявлено на 8-м съезде ветеранской организации. Адгур Ардзенба поблагодарил членов организации за оказанное ему доверие. Мы много лет слышим о том, что надо обидеть народ. Но попытки объединить народ через объединение некоторых политиков – это безуспешное упражнение. Мы это уже проходили. У политиков не заканчиваются амбиции. Нужно объединять простых людей. И объединение надо начинать с ветеранов. Потому что ветеранов войны, надо это открыто признавать, разделили политиканы в своих собственных узких интересах. И эту черту мы должны перейти, потому что, не преодолев эту черту, мы не сможем с вами двигаться вперёд. Сейчас новое время. И это время даёт нам новые вызовы, на которые мы сможем ответить только единством всего многонационального народа Абхазии. АРУА – общественная организация Абхазии, объединяющая ветеранов Отечественной войны 1992-1993 годов. Она была основана 10 мая 2007 года. На учредительном съезде присутствовали 534 делегата. В Гудауте состоялась торжественная церемония подписания грантовых соглашений с победителями второго этапа конкурса проектов, направленных на развитие сельских территорий в рамках совместной программы Европейского союза и ПРООН. Согласно правилам программы, отборочный процесс проходил в три тура. Всего было подано 90 предложений в трёх районах республики – Гагарском, Очимчирском и Гудаутском. Из них отобраны 82. В последний тур прошли всего 37 проектов. Церемония подписания грантов уже состоялась в Гагарском районе. А в какие проекты будут реализованы, в Гудаутском расскажет Гугу Цавардания. Шесть социальных и пять коммерческих проектов будут в ближайшем будущем реализованы в Гудаутском районе в рамках совместной программы по развитию сельских территорий Европейского союза и ПРООН. Стоит отметить, что все они абсолютно разные. Среди них и производство абхазских народных инструментов, и создание форелевого хозяйства, и строительство мини-стадиона, реконструкция школьного актового зала, и даже строительство спортивной воркаут-площадки. У нас социальный проект, установка воркаут-площадки на территории центрального стадиона в городе Гудаута. Воркаут-площадки – это одна из разновидностей спортивных площадок, так скажем, это разновидность разных турников. В общем, чтобы люди имели в свободном доступе такую площадку, могли прийти на стадион и позаниматься спортом. Грант получил и проект по производству экопродуктов. Благодаря программе по развитию сельских территорий у Кристины Борцис появится возможность выпускать натуральную продукцию в собственном цеху. Название проекта «Home made Ludwig», то есть это экологически чистые продукты домашнего производства. Сейчас мы написали проект для того, чтобы сделать ремонт мини-цехи, и там уже производить в больших объемах наши экологически чистые продукты. Мы производим варенье двух видов на данный момент, это такие лимон, фехва, есть аджика, то есть классическая из нашего абхазского перца, то есть не какой-то привозной, или не порошок, как часто уже у нас такое встречается. Отборочный процесс проходил в три этапа. Оценка независимых экспертов, интервью с членами инициативных групп, созданных в трех районах республики, и выезды на места. Согласно суммарной оценке, в третий тур прошли 14 проектов. В Ачимчирском районе, 11 в Гудаутском и 12 в Гагарском. Помимо развития для Гудаутского района, наши проекты позволяют создавать рабочие места, и наш проект дает возможность молодым людям получать доступ и к социальным услугам. Грантовая программа Европейского союза и программы развития ООН, направленная на развитие сел Абхазии, стартовала в 2017 году и продлится до 2021 года. Основная задача всей этой программы, помимо того, чтобы помочь людям, это создать хорошую инициативную группу, где люди сами могут принимать решения о том, как район их будет развиваться. В будущем, может быть, мы не будем продолжать программу, но какая-то другая организация захочет такого рода программы поддерживать в Абхазии. И, например, в том же Гудаутском районе уже есть костяк людей, которые готовы участвовать. Если суммировать по Абхазии, в трех районах, где мы ведем деятельность, это Чемчирский, Гудаутский и Гагарский район, мы около миллиона долларов на три района на эти вложили в течение 2019 года. После торжественной церемонии подписания соглашения организаторы будут мониторить реализацию проектов во всех районах республики. Гугут Савардания, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. Культурно-благотворительный фонд Ашана открывает сбор средств на лечение 8-летнего Саида Сергея. Врачи поставили ребенку диагноз детский церебральный паралич, из-за которого он не может самостоятельно ходить. Чтобы Саид смог сделать свои первые уверенные шаги, он нуждается в операции по устранению деформации стопы, стоимость которой составляет 232 тысячи рублей. Подробности в репортаже СМГУЛАНЗЕ. Саид – единственный и долгожданный ребенок в семье Сергея. Рождение сына родители восприняли как чудо и были уверены, что их дом наполнится радостью. Но, к сожалению, жизнь непредсказуема. Малыш родился недоношенным, а позже врачи поставили ему страшный диагноз – детский церебральный паралич. Здесь, в Сухоми, в поликлинике, нам поставили диагноз ДЦП, когда ему было уже год. А вначале вообще никаких признаков не было. Вообще. Я думала, уже с 7 месяцев он пойдет вообще. То есть он ползал? Да, ползал и шагал. Ну, конечно, не самостоятельно, но как обычно и здоровые дети. А потом уже вот после года поставили диагноз ДЦП. У него деформация обеих стоп. Ребенок постоянно проходит лечение и курсы реабилитации, которые дают положительный результат. В 2016 году Саиду была проведена первая операция по устранению дефекта правой стопы. Теперь необходимо прооперировать вторую ногу. Пока у нас не открылся реабилитационный центр тут в Сухоми, каждые три месяца ездили в Россию в Екатеринбурге. Там такой центр хороший, он называется. Мы каждые три месяца ездили туда на реабилитацию. А сейчас мы находимся тут пока. А результат всех занятий? Есть, конечно. Он вообще не мог вообще на ноги стать. А сейчас уже более-менее врач-ортопед с Питера. Она была в Гудаутах в центре Саргя и назначила ему операцию срочно. Саид пока не ходит в школу. Мама – педагог по профессии, занимается с ним дома. Он уже знает буквы, цифры и даже стишки. У родителей мальчика сейчас нет возможности оплатить лечение. Поэтому они обратились за помощью в фонд Дашана. Операция сложная, на ножку. Стоимость операции – 232 тысячи рублей. Ребенок уже записан, дата определена. 16 марта его уже ждут в Питере. Самое элементарное – можно отправить смс со словом «Добру» на номер 5050. Можно в любой банк подойти, внести сумму пожертвований на наш счет, фонд благотворительный счет Ашана. Можно пополнить Киви-кошелек, можно перевести денежные средства на карту Сбербанка и Тинькофф. Самые доступные способы. Сейчас от нас с вами зависит будущее Саида. Только объединив усилия, мы сможем собрать необходимую сумму и помочь ему в неравной борьбе со сложной болезнью. Абхазская государственная хоровая капелла Абхазии выступила на зимнем международном фестивале искусств в Сочи с хоровой оперой «Сказа Борисе и Глебе». Как отметила министр культуры Абхазии Эльвира Арсалия, фестиваль искусств в Сочи – это место, где формируются тенденции как российской, так и мировой культуры. Фестиваль Юрия Башмета привлекает огромное внимание не только любителей искусства из разных городов России, но и зарубежных стран. Одна из главных задач фестиваля – это диалог культур. Эльвира Арсалия подчеркнула, что деятели культуры Абхазии принимают участие в фестивале уже не первый год. Это способствует развитию единого культурного пространства, создает условия для активного профессионального общения. Мы продолжаем прямые эфиры с участием общественных деятелей, политиков и экспертов сразу после информационного выпуска «Амшик Шара» в рубрике «Тет-а-тет». Смотрите прямой эфир с участием председателя политической партии Айтайра Леонида Лакербая. В завершении выпуска о погоде. По информации Гидрометцентра в Абхазии, завтра ожидается преимущественно ясная погода. Температура воздуха ночью 2,7, днем 9, 14 градусов, температура морской воды 9 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова